Дело Риты Мартыновой в суде. Правда, на скамье подсудимых будет только один обвиняемый. Равшан Рахматов со вторым, Александром Калиниченко, до сих пор не начали проводить даже следственные действия. Из-под стражи его отпустили больше полугода назад. С тех пор Александр Калиниченко неприкасаемый по медицинским показаниям. Напомним, жестокое убийство в Сорочинске Риты Мартыновой произошло еще два года назад. Но расследование, как уверены родители девушки, намеренно затягивалось. Так как в ночь убийства один из подозреваемых возил следователей и прокуроров Сорочинска на рыбалку. Дело то закрывали, то открывали вновь, по новым данным, причем по тем, которые находили родители Риты. В результате поднявшегося шума многочисленных жалоб и проверок, известных в определенных кругах Сорочинска Равшана Рахматова и Александра Калиниченко, арестовали. Правда, к весне под стражей остался только один подозреваемый. По Калиниченко дело вообще приостановили. Приостановлено оно до сих пор. Следственные органы будут проводить с ним следственные действия, направленные на окончание следствия, после получения соответствующего заключения о возможности проведения с ним следственных действий. Невозможно проводить следственные действия по заключению экспертов. Как написано в заключениях, для Калиниченко это стресс. К слову, по документам, которые нам передали родители, медицинское заключение дают одни и те же эксперты. Правда, по данным Следственного комитета, эксперты когда-то менялись. Никаких данных, когда следственные действия все же начнут, нет. Тем временем Александр Калиниченко, несмотря на подписку о невыезде из Оренбурга, приезжал в Сорочинск, где столкнулся с родителями убитой девочки. Ездил, как выяснилось, по разрешению следователя. Но родители получили ответ из областной прокуратуры, согласно которому Калиниченко нарушал подписку о невыезде. Но изменить меру пресечения даже на домашний арест не представляется возможным. Уголовное дело по убийству Риты Мартыновой разделили на два, что, по словам юристов, для дела не очень хорошо. Расследование в отношении Равшана Рахматова завершено. Накануне суд принял решение оставить его под стражей.